Да-да. Ага. Ну Серёга-то он молодчик. И ресесовец. Ага. Так за Мегарьков мы пойдём? Какой он ты смотри, красавец. Так, группа тридцатая. Разрешаю руление. Только перед следующей большой стоянкой остановитесь. Нужно будет двадцать первый пропустить. Поняли. Выруливаем. Так, кто из них Артём? Артём, по идее, вот, семь старую. Чё-то съездим. Вы что встретите границы. Надо сказать в общую, что мы летаем без бано. На параде бано не включаем. Или меня слышали? А, меня слышали, наверное. Я следующий, да? Да, Жень, давай. Чё-то я не сообразил. Сто... Артём, ты, получается, да, на сто каком-то борту? На сто втором. Ага. А я думал, почему-то это Серёга. А у меня семьдесят второй. Так, Антон. Вы там, когда вырулите, встанете на полосе. Вы хоть там окрасочку сделаете для красоты. Так, ну пошла вода горелся. Жень, по взлёту прочитали, да? Да, я прочёл. Окей. На девяносто выводим. Будет команда. Будет команда девяносто. И всё дальше. Пострагиваем. Я просто жду вашу готовность. Вы наоборот. Серёга, ты прочёл, да, что мы не со ста восьми стартуем? Тормоза будут пущены на девяносто. Ну, теперь понял, да. Понял. Я старагиваюсь без команды. Это на главном. Да, да. У вас готовность прозвучала, всё. Вы смотрите, я поехал. И максимал врубаюсь. Отпускаем и сразу максимал даём, да? Да, да, да. Ага, то есть просто страгивание на девяносто, а потом максимал, так? Да, отпускаешь тормоза и сразу ручку от себя до упора. Это Юра так учил, да? У нас вообще по-жёсткому гонял. Это потом уже стали поблажечки. Больше разговоров в эфире уточнение. У нас даже на пилотаже всё молчком было полностью. Проговорили, как будете пилотажить, и всё, тишина. Так, тридцатый, да, притормаживайте, а двадцать первый будете пропускать. Поняли? Не, просто у нас-то видишь, да, что выводишь максимал, и потом мы выходим с тормозов. И вроде по документам так, как я понял. А Юра, наоборот, в таких моментах... Прописали внутри летучки, да? Ну, это корректируем. Юра просто нас учил так, как летали они в своём полке. Слышишь? Слышишь? Угу. Двадцать шестая группа принял. Руление разрешили. Вырулево. Вырулево группа. Восемьстрите. Ну, а Ниша-то имеется в виду уже взрослые летчики, да? Не курсанты. Нет, нет. Юра вообще ушёл в боевую авиацию снова. Ну вот, понятно. А мы-то курсанты, поэтому нам, наверное, 90-е не поможем. Чтобы мы там не упали. Не, ну, Сергей, там тоже у них... Они на 90-е не взлетали. Он, наоборот, как я понял, за это ругал всех. Ну, это есть... Растраховка лишняя. У тебя есть 90, и это значит, тот, кто стартует, он пока выведет максимал, он не отрывается быстро. А, не обгонят, типа, да? И меньше слов в эфире, опять же. Без всяких там выводим. Ну, да-да-да, мы сейчас так же стараемся летать. Нам он дал команду. Растраховка, правильно. Двузначно, непривычно себя называть. Да. Да. Для 30-х будет сообщение в чате, или мы сразу 21-го? Да. Я там. Там будет вам команда. Текстовая команда, группа 30 на взлет. И тогда пойдете на взлет. Да. Главное догнать 21-го. Ну да. А потом не перегнать еще. Скорость у них здесь просто высоковата. Нам вот в этом плане будет тяжеловато. Не, ну, 600, в принципе, идет. Нормально элка. Будут обороты от 90 до 130 где-то у нас ходить на разных этапах. Да. Хотя бы чтобы было 3-4 процента и уже будет маневр. Так, да, напоминаю. А, напоминаю, что у нас сегодня первый вылет на элках. Полосы лабиринты какие-то, слушай, едем, 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 едем. Не то, что на крымской у нас. А вон уже впереди у нас выстрелись колонкой. Ну, значит, смотри, Серега Свор это наш курсант сейчас. Я из летучки. Артем в свое время меня привел в летучку. Ну, рассказал про нее и дал команду, когда оставляют заявку на включение меня в состав. Вот, то есть, по сути, благодаря Артему я пришел в летучку. Ну, тоже из летучки, просто он сейчас ушел там в Академию, не в Академию. Ну, отошел как бы немного от летучки год назад. У, махина такая, жесть. Армада. Ой, боже. Давайте быстренько глянем на нее. Так, внимание, сейчас будет лаг. Сейчас активирую этих самых ботов. Сто, бен, одиннадцатый. Прошу, бен, два, на шестьсот. Шифт. Блин, а здесь шифт уже не работает с этой. Будем слушать это, получается, ботов постоянно. Ну, короче, как-то вот такая вот армада у нас здесь, да? Громада, агармада. 53 сушки. Так, они еще выстрелены. В общем, двадцать первые начнут разгон. Мы их сразу выводим за ними. Дальше жду от вас команды. Понял. Давайте это не будучи сегодня отвлекаться. Короче, из-за теплого, я так подозреваю, воздуха. У меня сейчас фпс упал до двадцати. Поэтому вы особо не пугайтесь. Это все, я думаю, временно. Ну и вся гурьба пойдет она оттуда. Так, внимание, помните, да, что сейчас будут сначала команды для вертолетчиков, так что не взлетайте там, 33-й. Вот. Будет, и будут теперь команды именно групп. Название групп, по ним начинаем взлетать. Всем удачи. Граница, а мы двадцать третья, да, по-моему? Мы это кто? Двадцать пятые сушки. Да, да, вы двадцать третья. Седьмой старт. 0,27. Вон я уже. Вон, уже вижу. Идут вот здесь наши ботинки, наша колонна. Но, по сути, если нам не дали никаких ботов, за которыми мы должны держаться, то, в принципе, достаточно неплохо должно получиться. В каком плане, что мы просто идем за двадцать первыми, да, и не привязаны к ботинку, который будет от нас отрываться, например. Что-то радиостанции сидит. Ничего не понимаю. Тоже светится радиостанция. Говорят, что здесь можно еще вот так сделать. О! Ещё раз вопрос, сколько думал? Ту-22, Ту-95, Елы. Но нам так не интересно. Пятидесятый, какой вопрос задавал? Я говорю, ты на радиостанции постоянно тикаешься, тикаешься, быкаешься. Вы на втором берите, учитесь. Блин. Внимание, готовность. Одиннадцатая готова. Если музыка сильно громко, можно в шлемофон убавить. Нормально. Одиннадцатый взлёт. Серёга, вон, не слева у нас проходит колонна. На меня, смотри, смотришь. Видишь их? Неа. Ну вот, прямо над деревьями идут. Сейчас у нас на траверзе 78-й, наверное, идут. А, вижу, далеко, ага. Кстати, если нужно, здесь включена функция левый shift плюс F10, можно включить маркер. Не, не нужно. Согласен. Двадцать фпс, это жесть. Надо кратчетей не отключить. А, нет. Раньше на 33-х я стоял впереди всего теплого воздуха, который излучают двигатели, не видел. Сейчас приходится с этим столкнуться. Сапсан, ты понял, да, что ты двигаешься за 25-ми? Они за 30-ми мигами пойдут с 31-ми. Редактор субтитров 10.3 мига Немного звука Просrence вас первое это сухари что че 21 какие самолеты в 21 группах с 23 это сушки 25 21 может амиги 29000 а вон они все табуном вывожу уже 90 ездил легче будет команду 25 Не убрал, судя по всему, так до 30 и будет, блядь. Граница, так я так могу идти с 25, да? Да, да, да. Принял. Есть 90, танкист. На удалении 3 километра от них идёшь. Принял. 35-й докладываю 50-му, 99-й разбился. Принял, двигайся без 99-го. Принято. Занимаешь строй за 31-ми мигами? За 31-ми принял. Так, как-то мне волнительно, если честно. Более волнительно, чем было на 33-м. Здесь всё-таки лицо летучки. Задето тоже, не только лично я. Оп. Серёги не вижу. Я на 25-м иду. Он куда-то вверх ушёл. Мы сразу в пилинги идём или нет? Иди на низ, вон на ПВ идут они. Жень. Да-да-да, сразу встрою. Посмотри на метками, потому что ты не найдёшь. Мне просто кажется, Жека, что ты прямо вслед за ним идёшь, нет? Не-не-не. Я справа. Ага, понял. Короче, Сапсан, двигайся за 31-ми мигами на удалении 6 километров. Пускай 25-й там вклинивается. Принял. Так, думаю, есть смысл подрезать немножко угол по маршруту. Я бы тоже рекомендовал, да. Отстать всегда успею. Мы до этого за границей общались, сказал, мне насрать на маршрут. Главное, чтобы были в строю к третьему площади. Стой Вам комфортно такая скорость? Я хорошо себя чувствую, да. Единственное, наверное, я узко действительно стою сейчас. Бак на нос поставлю. Или нормальный, Серёга? Эээээээм... Я... Короче, ракету я ракету на нос ставлю, Серёг. Михалыч, не пугай народ. Ракеты на месте. Я просто увидел, что я погнал 31-й, я занимаюсь строй, стою. 15-шки, не бойтесь, сейчас сверху на нас скрыт, прыгну. Артём, а ты газ какой держишь? У меня 103, постоянно. 103, понял. Мы сейчас надогоним, поэтому... Да-да-да, мне просто знать опорные обороты, чтобы я... Сейчас догоним, потом мы по высоте стабилизируемся. На 250 где-то опустимся. Троме того, еслиory проходит... Или можно читать за гимната. В 2015 мы hysterим за гимнатон павел용. П Maarтак! давайте максимал подтопим дал 33-х то было попроще там хоть и пв ездить нам нужно взлетать с двадцать первым за без бежать согласен блин она максимально сейчас нет вообще нет какого права на ошибку если что буду лучше тормозный щиток об обороты лучше не убирать из-за приеменности двигателя очень плохой и поэтому я просто не догоню потому что артем ты тоже идет на максимале вот на 300 спустимся как раз добирам скорость а Продолжение следует... Капец, там муравейник, вот здесь, если вы видите, с левее фонаря надо обечать фонаря, где-то на 10 часов вдалеке, такой муравейник, это жесть. Ухожу сейчас ниже, чуть под Артёма, для того, чтобы сократить дистанцию, иначе, если я пойду выше, имея максимал ведущего, я его просто не догоню, я просто отстану. Поэтому подхожу под него, чтобы был меньше радиус разворота относительно ведущего. Оп, а теперь на место встанем. Сергей Чичко, на связи? Потому что, если бы я пошёл сейчас выше, как это положено, да, на помешке дрожи, и вообще отстану. Женя, тормаживаемся немножко, прибираем. Сейчас, главное, выстрелиться, теперь стабилизироваться, потому что напрямую. Продолжение следует... Сейчас так же, 103. Где-то меньше. Группа 30, вы с дымами определились, с какой стороны? Так, наш. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Если бы пошел ведущим, хрен бы я... Привел ребят до площади... Стем, красава... Владимир, здорово, друг... Да, Артем Блотард... Продолжение следует... Парни, блин, я сейчас вообще... Внимание не уделяю, извините... Чатику сейчас я прочту, но там немного сообщений, вижу, что... Скорость для парада великовато... Да мы, видишь, нам дали взлет поздно, мы сейчас на догоне... А это же не Су-33, да, где влупил ему максимал форсаж и прешь... А здесь приходится вот так вот парировать, маневрировать, максимал не дашь, потому что ведомые отстанут... Ну, то есть такой непростой момент... Но скорость, да, согласен, для парада великовато... Ну, видишь, наверное, для того, чтобы именно все боты могли идти с этой скоростью... Возможно, не у всех это возможно сделать... Для всех... Может быть, у кого-то там... Ну, хотя... Я думаю, четыреста... 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 Наверное, все могут идти... Ну, вот так вот установили... Чё ж... Так, подходим к площади... Уже... Уже Краснодар... Аэродром... В 2015 году я выиграл конкурс... Да-да-да-да-да... Именно это он и сделал... Авторотации совершенно верно... Получил модуль L-39... По-моему... За него раздавали тогда L-39... Да... Он мне показывал... Видосики скидывал... Красава, конечно... Молодец... Он... Ну и, соответственно, Shadow... Мы включаем по моим... Понял... Не поверите, на меня уже рука... Отнимается... Не забудь... Практически... Плошкинуть... Это сейчас уже от Киньши... Ну его нафиг... Чтоб уж не с бомбами... Пошли... У меня пошли... Да... Серег, глянь... А у тебя че-то не вижу красного... А как я гляну? Я щас если гляну... Я увлечу на километр... Ну-ка, еще раз боевую кнопку нажми... Вот сейчас пошли... Все... Ставай строй... Самый глуп... Очень нравится эта песня... Одиннадцатый... Прошу купить... Солдаты в пути... У меня была ротная песня... Когда я в армии служил... Двенадцатый... Проход выпуга... Так, давайте отставать от него... И уходим... Артем, а ты выключил да? С дыма... Я че-то с дымами... Просто в таком положении в строю твои дымы мы не видим, поэтому, наверное, лучше команду давать. Я понял. Я, в принципе, сказал, подтвердил словами ещё. А ты ещё такой одинокий самолёт не видел? Я не знаю. А кто-то завис, что ли. А 21-ых мы догнали всё-таки, да? Ну, только сейчас, видишь. Так, на 2000, да? Убегаем. Какая у них скорость? Так, 90. Неизвестно, да? Мы не знаем их скорость? А не, они сейчас топят 700 и больше, поэтому сейчас всё равно они убегут. 120-ые, справа, подхожу. 200-ые, 11-ую группу. 200-ые, 11-ую группу. 25, как я принял. Здравствуйте. Так, под нами... Под нами вертушки, видишь? Погравится. Хорошо тебе всё видишь. Нам только... Подожди, мы на полочереди тоже прошли с дымами, да, получается? Ну да. Ёптель-моптель. Я что-то готовлюсь. Вот сейчас вот, смотри, озеро вон оно. Я тоже не понял, честно говоря. Думал, это так тренировочный будет. Ну, сейчас на проходе ещё, думаю, включим. Торможу, а то что-то, мы сейчас берёмся у них. В принципе, нам есть смысл сейчас на маяк уже доворачивать. Потому что они всё равно бегут. Каташка, вижу тебя справа. Берём, давай. Доворот налево, становимся налево. Сулин, смотри вправо-вниз. Поехалилар я вот. Аligh. Как это聞илось? Продолжение следует... 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 Да, это не ПИС, а не ты брал у меня управление. Чё-то я испугался даже. Так, догоняю вас. В смысле, я справа ниже. Управление у меня пассажиры забрало, судя по всему. 15-ка, нормаль, поспеваешь за мной? Да, норм. Я больше не прибавляю туда, да? Так, идём. Да, нормально. На месте, справа. Принял. По Тепту столько больше так не делай. Принял. 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 Есть управление катапульта из заднего сиденья в передней кабине, если что. Они еще нам шторки сняли, вы заметили? О, точно. Сейчас бы на танкистов еще капюшон набросили бы. В строю, в смуг. 12 звено, на 6-м, 2,5. 11 работы с посылкой. На этом участке скорость у всех 700 указана. Надо согласовать просто этот маршрут отхода и резать углы, потому что это, конечно... Ну, сейчас они идут на КПМ, а я иду на маяк сразу. Ну, да. Группа 12, вы доложите, когда подойдете на точку возврата, хорошо? Хорошо. Я думаю, мы можем до озера еще сворачивать на маяк, а они там пускай дальше разруливают, доедают маршрут свой. А, после прохода ты, Мишина, да-да-да-да. Ну, да, Краснодар, прилетели за городом, развернулись сразу на майкоп. паспорта. Камальк. Паспорта. Паспорта. Да, духовка. Паспорта. Паспорта. Изlaşиние поступlama. Продолжение следует... 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 Пошли, что ли, пятнашка? Давай правым? Давай, 25-й 25-й, кто идёт сейчас внизу меня? Не знаю, это Элка, наверное Принято, 35-й на Клисраде Вырубка 22 по посадочному Элка, 55-й на посадочном Долго, да, мы здесь будем возвращаться, потому что ребята здесь в натуре шуршать Шуршать может под 700 километров, да, а у нас 500 Считайте, насколько мы дольше будем гонять 35-й на лестушке О, двери на лестушке идут Отворачиваем, парня Готовим, 400 Кто-то падает Кто-то падает Водобой сзади Ну что, можем разворачиваться, давай туда левым выходим Давай, сейчас догоню А нет, нам лучше правым Водобой сзади Группа 22 по посадку Произвел Принято 83-я группа на первом Уходим на высоту 1000 Занимаем круг правый Принято У нас все-таки как будто в первый раз Да Группа 25-х Переход и туда и обратно, он приблизительно одинаков Что с очков туда Принято Что с очков туда, что оттуда два очки Всегда так Картина мешала Ну, слава богу, да, что помог Я прям рад Отлично Не за что Группа 22 полосу освободили Группа 22 полосу освободили Группа 25-х Заходим на посадочку Занимай правую сторону То есть левую, я правую Да, да, так точно Занимай левую полосу Михалыч, ты группа 23, если что Принято Группа 23 Проходим ближний Безусловно Группа 23 Восемьдений Группа 23 Группа 23 Группа 23 Другие 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 Сидимы Группа 23 могли бы наверно увидеть еще рано так 200 остаток 200 у меня можно меньше нормально приписать если много кругов не дадут в ожидании это хорошо произвел 21 сейчас 83 которые они как раз вам крайне мы за ним внимание сворачивать буду ребята еще кстати кто здесь есть кому интересны стримы и не хочет их пропускать можете подписаться на группу вконтакте там я выкладываю ну хотя бы пока сейчас с графиком определить будут предположительно по графику вот пока буду выкладывать так за некоторое время до начала так скажем так ну далее а на удаление 12 уже по-божески от дальнего к первому да мы по команде пуск аварийный осадок загорелся тридцать пятый под ушибанос долго да максимально да не в принципе топлива то хватит нам еще точно на один круг пройдем с проходом потом с круга на посадку подожди я тут припаркуюсь 83 границы мы в районе 4 у нас впереди на заходе 25 у нас посадочные скорости просто разная скажу и группа заходят в консоль нам не лучше группа пусть уйдет он один пусть уйдет на второй круг давай садитесь садитесь че дымы и потом пуск выключаем выключаем на первом 600 занимать буду правую полосу кто за мной идет левую вы занимайте артем тогда шашечкой строюсь на этом убираю режима чуть-чуть на прямой на обратной прямой 83 группа на дальнем к посадке готов серёг сажать будем в шашечном порядке поэтому ты занимаешь чисто половинку полосы я за тобой я за артёмом правил тебя понял 150 так я начал перестроение к серёге конечно лучше меня назад поставили я по газу сильно плавая смотрите 30 шоссе 30 шоссе полоса практически свободно работаете с посадкой 30 понял 30 так надо будет сохранить трек потом пересмотреть скриншотиков наделать полосу стараюсь ориентироваться больше по артему сейчас отрываюсь чуть-чуть потому что серёга чуть-чуть болтает вверх-вниз вверх-вниз чтобы не менее держать строй 30 закрыл так вышли у всех рановато вверх-вниз на 23 на посадку 30 закрылки посадка вышли у всех Антон, там перед тобой Л-39 садятся. Тридцатая дальняя группа к посадке готова. Антон, ты слышишь меня? Слышу. Ты их наблюдаешь? Ну Элки передо мной. Ну что, если ты их наблюдаешь? Да, вижу всё. Я чуть вытягиваю подальше, Женя. Да-да. Серёг, тоже сразу не выдавай ноль. В смысле, а когда? Ну, чуть-чуть протяни горизонтики. Всё, я ноль дал. Можешь давать. Да. Хочу. Красава. Вот 102-й прям красава сел. А чё-то 72-й у вас прям шатает. Можешь прикол. Хорошо? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...